Приветствую всех на нашем канале и сегодня мы поговорим о страховках. Сначала мы поговорим о медицинской страховке, а потом немножко поговорим о автомобильной. Прежде я хотел бы сказать, что все цены я буду говорить в базах. Для того, чтобы было вам проще считать в рублях или долларах, курс на сегодняшнее число доллар 32,62 рубль 0,47. Почему? Начну я вот с чего, что прежде чем приезжать в Таиланд, мы прошли медосмотры. Прошли, можно сказать, кучу врачей. Я буду говорить о себе. Я только кровь сдавал 5 раз, 3 раза кардиограмму делали мне. Проверял желудок, проверял в принципе все, начиная от головы и до, можно сказать, самого низа. Были сделаны все различные УЗИ и все прочее. И хочу заметить, что в России как бы бесплатная медицина, но на самом деле все не так. Как только начинают разговоры идти об анализах, ой, надо сдать кровь платно, ой, надо УЗИ пройти платно. Потому что если будете записываться, то ждать 2 недели. Например, ФГДС, да, ну это знаете, что такое. Посмотрите, что в желудке. Тоже платно, потому что бесплатно это будет долго. И кто знает, как оно получится. То есть, пройдя медосмотры, посмотрев, чего у нас есть, как говорится, внутри, какие болезни, мы прикинули свои силы и поехали в Таиланд. И, естественно, мы приняли решение, что обязательно мы будем здесь страховаться. Начну с того, что получив долгосрочную визу, слава Богу, наконец-то мы ее получили, и теперь мы можем пребывать в стране до 7 ноября 2019 года. То есть, больше года. Это долгосрочная виза, она уже не туристическая, и поэтому страховка туристической быть не может. Когда мы въезжали из России в Таиланд, мы застраховались по туристической страховке. Ну, всего на неделю. Мы думали, что процедура страхования здесь пройдет быстро. Но на самом деле все это было не так. 23 июля мы пошли в страховую компанию, заключили договор, заплатили деньги. Но оказалось, что страховка не сразу вступит в силу, а ее должны одобрить в компании. 8 августа примерно нам ее одобрили. Потом составляли документы. Документы составляли до 15 августа, и только 16 августа мы получили страховку. То есть, 25 дней мы находились без страховки. В полном объеме страховка вступает в силу 23 августа у нас. То есть, только завтра у нас будет полностью использоваться страховка. Сразу скажу о цене. Например, страховку мы будем рассматривать тем, кому больше 50 лет, потому что она зависит от возраста. Также страховка еще зависит от лишнего веса. Если у вас лишний вес, страховку могут не одобрить, потому что лишний вес – это серьезная причина для различных заболеваний. Минимальная страховка стоит на двоих 30 тысяч бат. Градация идет по 5 лет категории 50, 55, 60, 65. И там будет переходить в другую ценовую категорию. То есть, минимальная 30 тысяч на двоих, максимальная будет 140 тысяч. Но если вы вдвоем, супруги, страхуетесь, то вам 5% скидка. Вообще, медицина здесь не такая дешевая, как кажется. Например, если говорить о зубах. Кстати, если говорить о зубах, то мы в России вставили все, что нужно, все вылечено, все почищено. Здесь, например, вырвать зуб стоит 1000 бат. А если просто вырвать нерв в зубе и его запломбировать, ну, сделать нормальную помбу, это стоит 20 тысяч бат. То есть, а что говорить о коронке или мастере? Поэтому вот, чтобы в курсе были, о каком соотношении идет в деньгах. Получив страховку, нам выдали вот такой вот конвертик. Вот такой конвертик. В нем лежит вот такая бумажечка. Это госпитали на территории страны, в какие можно обращаться, с каким заключен договор на страхование. Также выданы вот такие две бумажечки, а на них, на них сейчас покажу, две карточки. Эти карточки и есть карточки страхования. С ними обращаешься в госпиталь. Ну, когда наступает страховой случай, это, ну, отрывается вот с карточки. Бумажка сама не нужна. Также здесь лежит сама страховка и то, что положено по страховке. Но открывать не буду, смысла нет. Существует две страховки. Где? Где страховали? Так и не сказал. Существует две страховки в компании Акция, в которой мы застраховались. Ну, мы, собственно, планировали в ней застраховаться и застраховались. Какие две страховки? Это с амбулаторным лечением и без амбулаторного лечения. С амбулаторным лечением оно, естественно, будет дороже стоить. Входит 30 приемов врача в год. Ну, мы прикинули, что 30 раз посещать, конечно, все может произойти, но чтобы 30 раз ходить туда. Поэтому мы застраховались по страховке без амбулаторного лечения. То есть, что это обозначает? Ну, что-то там случилось. Сам будешь платить за прием к врачу. Ну, наш страховой генд правильно говорит. Ну, сами прикиньте, сколько раз в год выходили к врачу. Если там один раз какой или два, то что у вас не найдется? Полторы тысячи бат, например, заплатить за прием к врачу и за анализ крови. Поэтому мы решили страховаться без амбулаторного лечения. И в эту страховку входит содержание, то есть палата, в которой вы будете лежать, а также лечение при госпитализации. То есть, как происходит сама процедура? Ну, что-то у вас там случилось, вы пошли на прием к врачу, за это вы заплатили. А если врач решил, что вас нужно положить в госпиталь на лечение, то сразу наступает страховой случай. Еще одна важная вещь, что все хронические заболевания попадают под страховой случай только лишь на 31 день. О чем я, собственно, и говорил, что 23 июля мы пошли страховаться, заключили договор, а с 23 августа у нас только наступает полная страховка. То есть, ну, как приводил, например, страховой агент, что, например, камень в почке, если у тебя вдруг, не дай бог, приключился в эти 30 дней, будешь лечиться сам. Но инфекционные заболевания, они попадают с первого дня. Но амбулаторный прием придется за него заплатить самому. Ну, вот, например, много в соцсетях и везде писали, что АКСа не страхует Денге, ну, лихорадку Денге, поэтому придется типа платить самому. Ну, все чуть-чуть не так. На самом деле, все будет так. Вот по нашей страховке без амбулаторного лечения идешь к врачу на прием, врач тебе говорит, например, что, ну, ничего типа страшного, выпишем тебе лекарство, иди лечись домой. То, естественно, страховой случай не наступает, из-за этого должен заплатить сам за лекарство и за прием. А если он говорит, что ложится в больницу, все, сразу наступает страховой случай. Также при всех отравлениях и всем прочем. И самое главное, что также мы застрахованы от несчастного случая. В отличие от всех этих заболеваний, при несчастном случае амбулаторный прием входит в страховку. Но вы должны обратиться в течение 24 часов. Если вы пойдете позже, то это уже не будет страховым случаем. То есть, не дай бог, ногу подвернули, сразу на прием, сразу наступает страховой случай. Из-за вас начинает платить страховая компания. Также еще хотелось бы сказать, что эта страховка действует и за границей. Например, мы собираемся в Сингапур, в Малайзию съездить. Мы спросили у страхового агента, нам нужно ли отдельно страховаться. Он говорит, нет, не нужно. Но за границей, не дай бог, что случается, вы платите свои деньги, собираете все чеки, приезжаете в страховую компанию и страховая компания оплачивает. Ну, если, конечно, это страховой случай. Продление страховки, конечно, гораздо проще, чем первоначальное страхование. За месяц до окончания нашей страховки нашему страховому агенту из компании сообщат. Он подготовит документы и за две недели свяжется с нами, чтобы мы приехали, заключили договор и заплатили деньги. И еще одна маленькая деталь по поводу скорой помощи. Как таковой скорой помощи, как в России, здесь нет. Например, в России скорая помощь состоит из врача, фельдшера, ну и водителя, будем говорить так. То есть квалифицированный врач, который приезжает к вам домой, делает укол, выдает какие-то таблетки. Здесь такого нет. Здесь есть только фельдшер. Фельдшер может оказать только лишь первоначальную помощь. Он не будет вам давать никаких лекарств, никаких таблеток. И, естественно, может вас вывезти в госпиталь. Поэтому наш страховой агент посоветовал, что, в принципе, если что-то случилось, и вы в нормальном состоянии, легче доехать с вами, вызвать токсидом или на своей машине. Но это уже, как говорится, второй вопрос. Ну, в общем, вот все, что и хотелось сказать о медицинской страховке. И, конечно, какой выбирать тариф, как страховаться, но это решать вам. Ну, на сайте правильно написано, с какой суммой вы готовы расстаться, и посмотрите, что вам предлагают за эту сумму. Если вас что-то не устраивает, ну, можно как-то двигаться. А теперь я хотел бы рассказать о автомобильной страховке. Потому что медицинская, медицинская, но еще и автомобильная. В принципе, она немного напоминает страховку в России. Но я буду говорить о страховании именно нашей машины. Почему? Потому что страховка здесь зависит от цены на автомобиль. Есть здесь тоже обязательное страхование. Такое же, примерно оно, как ОСАГО в России. Такая страховка стоит чуть больше 600 бат в год, конечно же. То есть, в принципе, не так дорого. Но она не страхует практически ничего. Она страхует только жизнь людей, находящихся в автомобиле. Саму железяку она не страхует. Еще есть добровольная страховка. Но она состоит как бы из трех видов. Она тоже примерно напоминает каска, как у нас. Тоже зависит именно от цены автомобиля. Также в год на 10% от рыночной стоимости цена вашего автомобиля падает. Ну, чтобы страховать. То есть, у нас тоже была машина новая в Южно-Сахалинске. И через 5 лет страховой агент уже просто не звонил. Ну, потому что не было смысла машину страховать. То есть, страховка существует трех вариантов. Простая страховка. Она будет стоить на нашу машину. Наша машина стоит, еще раз напомню, 590 тысяч бат. Будет стоить примерно от 5 до 7 тысяч. В эту страховку, опять же, все железо не входит. Входит только жизнь третьих лиц на том автомобиле, в котором вы совершите аварию. Не в своем, а в другом, так скажем. Теперь идет страховка с франшизой. Ну, эта страховка уже близка к нашему КАСКО, тоже с франшизой. Например, страховка с франшизой уже включает в себя и также ущерб, нанесенный автомобилю. Ну, например, стояла машина у вас во дворе, какой-то нехороший человек в нее въехал и скрылся. Ну, найти его невозможно, ну, ничего страшного. Вы обращаетесь в страховую компанию, первых 5 тысяч бат платите вы за ремонт, остальные начинают платить уже страховая контора. И страховка первого класса. Тут, естественно, как в КАСКО в России включено все, неважно, ты виноват, не ты виноват, все застраховано. Страховка с франшизой стоит 11 тысяч в год, а страховка первого класса стоит 15 тысяч в год. Но это на нашу машину. Соответственно, если цена больше, то и пропорционально увеличивается цена и самой страховки. Ну, в общем-то, вот все, что хотели сегодня рассказать о страховании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok